Ладно, проехали. Теперь осталось мне говорить 15 минут. И последняя наболевшая тема. Их еще много. Вот эту я уже пропускаю. Вот. Да мне обидно, страшно. Все хакасские деревни можно было зарастить такими тополями и соснами, что они превратили бы в кусочки рая, где не продувает ветер, где внутри можно садить хоть те же персики и абрикосы. Богодатнейшие места, но ветер, ветер. Ну как случилось, что тут же в тайге, вон они, задний план, это тайга, это Ачурская тайга. Ну почему нельзя посадить было с этой стороны? Ведь они не боятся ветра, они растут как сумасшедшие. И чем гуще садишь, тем быстрее лезут вверх. Да что же это за такое, я его понять не могу. Десять лет назад я вопил, я написал несколько статей. А Казахская же газета читали. Я был популярен неимоверно. Тогда в Сады Сибири и Фазенду читали из рук руки. И самое вот что престижное, выписывали эти газеты, выписывали. Они были везде даже на почтах. И они были везде, не только в киосках, но и даже, поверите, в библиотеках. Это сколько народу читал. Я призывал это. И потом смотрю, возле некоторых, видимо, сработало. Тогда я был популярен неимоверно. Вот. И плюс телевидение еще местное. Абаканское и Саноборское. Я везде толдычу. Давайте защитимся деревней от этого, от ветра. Потом смотрю, берут на таком расстоянии. Я не преувеличил. Садят сосны, сеянцы. И где-то довольно большой кусок. Допустим, полгектара. Но они рядом с деревней, а деревня это не в это. Это в десять раз шире. Вот столько. И они все полезли вверх. А зачем вы посадили сосны на таком расстоянии друг от друга? Они не погибали, они быстро вышли вверх. Но я понял так. Догадка страшная. Значит, где-то когда-то, еще раз говорю, я был популярен настолько, что ко мне приезжали генералы, местные министры приезжали, крупные предприниматели. Они тогда еще здесь строились. Это они потом вспомнили про Канары. Они здесь строились. И возле Абакана, и возле Сеногорска, и Красноярска. Все меня знали. И, видимо, было так. Допекли. Кое-какие местные чиновники были вынуждены взять и вырастить сад. Но не так, чтобы он всю деревню вот так вот в длину, допустим, три ряда. А просто мы посадили две тысячи этих самых сосен на таком расстоянии друг от друга. Вы думаете, сосна 10 метров. Вы представляете? Их надо садить хотя бы в трех метрах, чтобы кроны сомкнулись. Не пропускали северный ветер. Это я с севера снимал. С севера? Боже, не фитер мой. Да что же это такое? И эту идею извратили. Вот это я хотел сказать. Пусть будут маленькие кусочки. Но, брат мой, не ворчи, что все на много кусочков. Вот, пожалуйста. А вот это никто не садил. Стоило только прекратить на этой земле хозяйничать, перестать вспахивать, и всё. А ведь наши предки 200-300 лет назад всё это очищали от этих же сосен. Вот так вот. И так по всей стране. По всей стране никому до этого дела нет. Вот это. Здесь 67. Да успокойся, не могу. С Минусинская. Должны были здесь. Это виссарионовцы. О, нет, бру. А это Анастасиевцы. Вот. И здесь бы стояли дома. Здесь электропередач. Здесь глубинный колодец. Дойка была. Здесь было голое поле. Смотрите, что сделали. Вон, видите, ограда остатки. Вот они. Это мой друг Константинович выручает. Поехали в суд. Он закупил эту землю, хотел перепродать, хоть заработать что-то. Она же пропадает. Я в суде выступаю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. В 60-е стрелюсь. Дети будут бегать. Дети будут прыгать. Вырасят сады. Такие же, как мой. Вы меня далеко знаете. В Шушинском железо. Так, в Шушинском телевидении меня снимало. У них, оказывается, что телевидение было. И они меня снимали. И судья наверняка видел это за меня. И знает меня. Не положено. Земля сельхозное значение. Какая сельхоз? Это уже лесхоз. Вы думали? А теперь еще. Самое страшное, что случилось несколько дней назад. Вынужден сказать. Не могу. Несколько лет назад говорю. Два-три года назад беда привела меня в Абакан. Я сюда возил больного человека. Я потом посчитал 60 раз. Я ходил по городу. Я смотрел на это. Идиоты. Иначе назвать нельзя. Взять вот так вот на два с лишним метра ободрать все сучья. Побелить. И вы видите в середине лета умирающие деревья. Специально их убили. А ведь за это отвечают не просто люди. У многих из них дипломы с этих же сельхозмузов. Этих же. Другое дело, никто не знает, как правильно дерево посадить. И что сосны без нижних скелетных веток – это уроды. Раз. Это больные деревья – два. Они долго не живут – три. Согласны? Нет? Вот этот снимок я вам показывал. Я уже не выдержал. Я снимал потом другое. Но думаю, ну как. За каким хреном этому дереву нужен стамп? А? Ольга Исакова. Наталья Медведева. Вас этому учили. А вы это… Масса, масса. Как это дерево без штампа? И тысячи таких же специалистов имеют дипломы агрономов, экологов, ещё каких-то биологов. Это всё превращают в коллег. Вот. А это ещё не всё. Посмотрите. Это фотографии старые. Это вот как раз то ли два, то ли три года назад я делал. Приходят новости. Вот они. Включаю. Абакан. Вы уже слышали. Страйне телевидение показывало. Брат звонил. Как я тут… Как пережил этот ураган. Десятки машин раздавило. А тот, кто садил вот так вот, он думал об этом, что рано или поздно оно упадёт. Десятки машин. В этот раз обошлось. Людей не убило. Ну, это другая тема. Ладно. Вот. Борисович Бондар, сам, что тебе не бесит. Я хочу, осталось 9 минут, закончить в хорошем пункте. То за здравие, то за упокой. Да, кстати, ещё раз. Когда-нибудь будет новая, я надеюсь, программа. У меня есть таких фотографий. Десятки. Если не сотни. Вот. Этот ужас стихий. Этих же абаканских. Единственное, не берят. Спасибо им на том. Вот. Ну, раздавить машину это не помешало. Вот. Нормальная программа, чтобы все знали, как садить деревья. Вот. А этого нет. Так, эту тему пропустили. Я просто память об этом выдавившейся человеке. Вот. Смотрите. В черёвушке. Скандал вылился на странице местной газеты. Предложил. Предложил. Несколько десятков абрикосов посадить на улице города. Его послали. Кстати, мой случай, знаете. Когда выпилили. Эти самые. В моём дворе деревья. Причём без всякой на то причины. Я вызвал телевидение. Я махал кулаками перед этим. Как сказать. Перед камерой. Всё это показали. Потом решили с этим, с нашим управлением железом против администрации. Вот. Решили миром. Я привожу несколько десятков сайленсов. И мы их садим. Вместо этих деревьев. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поняли, да? Это мне кукиш. Понятно. Вот так надо. А вот. И такая же история была у Боддера. Но в то время. Ещё какую-то власть газета имела. Она взяла и возмещённое письмо написала. Что его послали вместе с этими абрикосами. И что вы думаете? Посадили? Внимание. Тогда ещё, по крайней мере, с народом считались. Внимание. Это есть память о... О умершем Боддере. Ну и всё понятно. Но я ещё хотел бы эту тему продолжить, чтобы в память о Боддере всё это засадить абрикосом. Что это абрикосовый край. Что это самое. Вот. Хватит уже садить все это. Тополя хватит садить берёзы. Вот. Мы обнаружили, что муравьи килограммами носят в себе личинки майского жука. И теперь мне никто не докажет, что муравьи трудяги вредители. Спасибо вам, что изучили муравьё. Это мне спасибо. Вот. Ну и всё. Сейчас. Это Юлия Матвеева. Вторая моя студентка и ученица. Вот. Я её использовал для того, чтобы показать, что уж есть ли вы опрыскиваете. А вот тля тут есть. И садимся в этой паре. Сергей опрыскивает. Я не опрыскиваю. Вот. Он опрыскивает. Вот. Потому что ему нужно деревья ещё и продать. То есть тля не нужна. Но никто специально с муравьями не борется. Так. Вот. А это просто я живу бывший этот самый специалист по промышленной безопасности. Или где? Вот я сказал. Вот они очки. Вот. Извините. На мордик. То есть этот. Как он. То есть защита органов дыхания. Перчатки. И я сам приказ. Как я упустил. Рукава нельзя закатывать. Ну вот теперь всё. На сегодня наверное всё. Привет от гриба трутовика. Трутовик. Для меня гриб. От слова труд. Понимаете? Трудовик. Трутовик. От слова труд. Он выполняет свою работу. Это же. Он 90% у него внутри. А то и все 100. Всё. Смех говорит тоже оружие. Всё друзья. Закончили. У меня интересная сферстандарщица. А что сферстандарщица. Всё. На сегодня достаточно. Я вас пожалею. Тем более осталось 4 минуты. Так. Мы с вами. Переходим. Вот сюда. И в мою комнату. Переостаёмся на 5 минут. По традиции. По традиции. По традиции. Мне интересно хоть. 30 человек собралось или нет. Ага. Вот так делаем. Вот. Более осталось 4 минуты. Так. Мы с вами. Переходим. Ага. Так. Ну. Самый надежный народ. Ой. Антон Корешников. Ты здесь. А это. Слушай. И я потом. Даже вот сейчас. Нет. Антон. 5 минут. Надо хоть. Чаю свежего попить. Горло пересохло. И. Тогда я. Пишу себя. Вот. А почему речь пойдёт? Даже не подозреваешь. Так. Я закухаю. 5 минут. 5 минут. 10 минут. 9 минут. 10 минут.